Курник Куриного мяса И это все запекали в духовке То есть получалось, разрезали курицу Сверху сама курица, а внутри И получалась начинка из блинов и мяса Нам понадобятся блины Фарш куриный Грибы, орехи Лук, сметана Ну и потом это все дело я буду заворачивать Слоеное тесто, то есть мука и само непосредственное тесто Пока я буду стряпать блины Ты займешься начинкой Надо порезать кубиком у нас лук Тесто заводит каждый по-своему Я не добавляю растительного масла в блины Я его делаю на сливочном Они поэтому получаются более вкусные Итак, Алексей, я справился с задачей Кубиками лук есть Теперь надо также порезать кубиком у нас шампиньоны Не забывайте только их мыть, чистить обязательно Давай, пока ты режешь Мы пожарим фарш Делаем фарш из целой курицы Это не только белое мясо, и берем красное с ножек Потому что сами по себе Белое мясо, оно более сухое То есть красное, оно более сочное Поэтому желательно его делать вместе Чтобы сам у нас курник получался не сильно сухой Да, высыпай лучок Потом добавим грибы Потому что грибы жарятся намного быстрее Поэтому их будем добавлять в конце Так, пожарили И в конце добавляем орешки кедровые Всыпай Чуть-чуть прогреем Все высыпай Все, добавили орешки Ну и потом Получается, мы смешиваем Начинка уже готова Да, получается начинка у нас, она готова Теперь Будем собирать, в принципе, наш Уже пирог Сейчас я как вам говорил Сделаем красивую форму блинов Вырезаем Это Тоже потом Идет вход Либо это можно съесть Вот у нас получается Такие ровные Коржи Так, теперь мы собираем наш пирог Кладем блин В форму обратно Вот, положили его в блин И чтобы он такой Суховатый у нас тоже не получился Более сочный Мы смазываем Каждый слой сметанкой Кладем начинку Распределяем равномерно По всему нашему Блинчику И сделаем так же Второй Слой А теперь мы займемся тестом Которым Сверху Закроем наш Пирог Вот мы раскатали Что делаем? Делаем так Выкладываем в середину Наш пирог Так, снимаем нашу форму То есть у нас вот так вот получается Все, мы затягиваем Получается Противень маленько смажем его Так, теперь нам понадобится яйцо Чтобы смазать наше тесто Чтобы оно запеклось И был красивый цвет Ну все, ставим в духовочку На 180 градусов На 15 минут Вот такой пирог у нас получился И самое время всем пожелать Приятного аппетита Приятного аппетита Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»